Не успел закончиться праздник всех влюбленных, 14 февраля, как плавно стал приближаться праздник 23 февраля. День защитника Отечества, а с ним и новая проблемка. Что подарить любимому мужчине, моему любимому защитнику? Чем его удивить? Меня зовут Наталья Радомская, я писательница, самнолог и специалист по отношениям мужчин и женщин. Прежде всего, хотела бы вам совершенно бесплатно предложить свою книгу «3D роман дороги». Напишите мне на Viber и вы эту книгу получите себе в подарок. 3D это прозаический жанр, занимающий промежуточное место между романом с одной стороны и психологией с другой, тяготеющий к философскому сюжету и показывающий максимально объемно отношения мужчины и женщины. Отсюда эффект 3D. Почитайте, не пожалеете. А теперь к самому главному. Что подарить мужчине? Но сейчас я буду рассказывать не о материальных подарках, не о том, чем его удивить, каким-то финансовым вложением, чтобы этот подарок напоминал о вас, какой-то NLP-крючок. Нет, я сегодня расскажу о том, как создать любимому мужчине романтический вечер. Поверьте, это гораздо лучше, чем разные подарки. Конечно, подарки тоже важны, но если вы правильно устроите романтический вечер, это будет здорово. Что нужно для романтического вечера? Еда нужна. Конечно, еда, как же без нее? Ну, не надо готовить котлеты, борщи, там, салат оливье, чтобы вы наелись. И такие все, ах, еще ж ночь любви будет, ах, как же ж ее провести. Я так наелась. То есть это будет не праздник романтики, это будет праздник живота. Не, ни в коем случае, я предлагаю вам сделать десерт тирамису. Я очень люблю итальянскую кухню, особенно этот десерт. Но здесь есть две проблемы. Первая, это дорогой десерт. И вторая проблема, он калорийный. Я некоторые продукты заменила и упростила. Даже если вы будете в ресторане заказывать, да, это не дешево. Если вы будете покупать продукты, тоже не дешево. Из чего состоит десерт тирамису? Основные два компонента. Первый, это сыр маскарпоне. Второй, это печенье савоярди. Но печенье савоярди можно заменить на бисквитные кексики. А сыр маскарпоне можно заменить на детский сырок. Без глазури, просто детский сырочек. Порожочек такой сладенький. И никакой разницы вы не заметите абсолютно. Конечно, сливки туда входят, как обычно. Но давайте посмотрим, как я делала этот десерт. И вы сделаете вместе со мной. А вот и все продукты для моего тирамису, которые я немного усовершенствовала для вас. Итак, буду рассказывать просто, что я вижу. Я покажу, какие продукты я оставила. Первое, это кофе. Кофе никогда не храните в открытых пакетах. Вот купили кофе, открыли. И положите, вот как я, в такую баночку. Закройте крышкой. Он всегда будет сохранять свой аромат. Итак, кофе. Коньяк. Вот у меня немного коньяка. Это мой отец производит сам коньяк. Безумно вкусный. Вот я буду использовать. Специально оставила немножко для тирамису. Далее. Какао. Да, можете использовать какао. Я использую вот такой сухой шоколад. Из Германии. Мне прислала благодарная клиентка. Вот я это буду использовать. Очень похож на какао, но немножечко получше. Если вы найдете где-то у себя сухой шоколад, можете купить. Будет идеально. Так, далее. Два яйца. Яйца должны быть теплые. То есть нагреты при комнатной температуре. Если вы собираетесь десерт это делать, например, утром, с вечера достанете, положите на стул. А сливки 35% должны быть охлажденные. Наоборот, сливки должны быть холодные. Для чего? Когда сливки охлажденные, они взбиваются очень легко и хорошо. Когда яйца теплые, они взбиваются хорошо. То есть поняли, да? Также я сюда добавила детские творожки. Вот есть у меня такие, да? Ну, я думаю, нам будет одного достаточно. Ванилин или ванильный сахар. И можете использовать печенье с савоярди. Но, если хотите подешевле десерт с рамису, я купила такие... Сейчас покажу. Как же они называются? Бисквитные кексики. То есть тирамисон тоже бисквитный. Вот и такие бисквитные кексики мы будем нарезать и класть в тирамису. Ну и, конечно же, обычный сахар. Так, разбиваем яйца и выливаем в кухонный комбайн белки. Желтки отдельно откладываем, если кому-то надо. Может потом использовать. Раз яйцо. И два яйца. Насыпаем сахар. И начинаем взбивать. Проверяем белок. Оп. Видно, да? Он чуть падает, но густой. Видите, он загустел. Перекладываем наш в уголь-вуголь. Наливаем сливки. И включаем. Теперь смотрите, какая красота. Гляньте, это сливки. Представляете? Они были жидкими, сейчас вот такие густые, воздушные. Берите обязательно сливки 35%. Добавьте обязательно творог. Детский творожок, сладкий. Ванильный сахар. К нашему гуголь-моголю добавляем сливки с творожком домашним. Точнее, с детским. Да, он такой вкусный, как домашний. А теперь нарезаем наши бисквитные кекстики. Вот такими кусочками будем нарезать. Наливаем коньяк. Ну, где-то грамм 50, не больше. Готовим кофе. Ну, я решила по-быстренькому заварную сделать. А чашка у меня модная, гляньте, это ребенка чашка. Контор-страйк. Это любитель таких игр. Обязательно сахар. Послаще. А теперь такой фокус. Если вы не хотите, чтобы кофе был на поверхности, нужно намочить руку холодной водой и вот так сблизнуть. Кофе осядет. И сейчас будет, собственно говоря, приготовление тирамисо. Все у нас готово. Вот такой у меня бокальчик. Что мы делаем? Насыпаем крем. Немножко. Далее берем наш кексик. С двух сторон щедро обмакиваем в коньяк с кофе. Кладем сюда кусочек. И еще один кусочек. Щедро вот так вымакиваем. Кладем. И сверху покрываем нашим чудо-кремом. Возьмите ситечко. Вот у меня такое есть. И сейчас будем с шоколадом сухим насыпать. Оп. Так. Вот так. И вот так. Красота. И поставьте все это в холодильник на 2 часа. Потом можете кушать. Это легкий десерт. Кстати, он будет менее калорийный, чем в классическом исполнении. Ну, я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Ну, а если у вас есть мужчина, с которым вы хотите создать отношения. Хотели бы вы этот романтический вечер его загнать. Ну, никак не получается. Хоть палку бери и загони. Ну, никак не поддается. Либо мужчина то есть, то нет. Или чувства охладели. Ну, эта проблема легко решаема со мной. Вы напишите мне на Viber, либо на WhatsApp, или на Skype. И мы с вами побеседуем на консультации. Либо вы можете пройти у меня курс «Буду любима». В этот курс входит 2 консультации по часу. Доступ к аудио-видео текстовым обучающим урокам. Также общение со мной постоянно по SMS. И вы обязательно придете к своему результату. Я вам это гарантирую. У меня не было ни одного клиента, которому я бы не помогла. Обязательно есть результаты и изменения в жизни у каждого человека, который проходит со мной этот курс «Буду любима». Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!